Всем привет! Давно я не записывался в студии. Как вы обратили внимание, я стараюсь поддерживать выпуски еженедельно, ежедневно. Стараться для вас. Но скоро это спадет на нет, потому что не успевается все монтировать. Но я надеюсь, вы не отпишетесь от нас. Давайте перейдем к более прозаическим вещам. Активная переписка с одним из зрителей привела меня к этому выпуску. Дмитрий, спасибо за идею. Ну а я Алексей. Поехали! Удобно ли вообще катать с рюкзаком за спиной? В этом выпуске я попробую привести, так сказать, личные наблюдения и структурировать их. Но не обещаю. Данной фигнёй я занимался в течение последних пяти лет, потому что я люблю экспериментировать и ставить некие такие опыты. Пытаюсь даже писать статьи, но пока законченных нет. В общем, информация с личных наблюдений и исследований. Иногда катание с рюкзаком даже предпочтительнее, чем катание без, так как в прохладную погоду рюкзак мало того, что греет вам спину, потому что он позволяет одежде более плотно прилегать, так он ещё и не позволяет вдоль вашей спины проходить холодному воздуху, если у вас, например, есть капюшон. Правда, в жаркую погоду катать с рюкзаком довольно специфично, особенно если у вас плохой рюкзак без специальной подвески. Что-то типа Air Comptact, Air Comfort. У него множество названий. В общем, рюкзак без специальной велоподвески хуже, гораздо, наверное, чем катание без рюкзака. Ну, я отвлёкся. До 3 килограмм веса рюкзака за спиной он совсем не ощущается. До 5 он вполне приемлем. Что же происходит дальше? Катал всегда один и тот же маршрут в разной степени усталости при любой погоде с разным весом. Катал в течение целого сезона, чтобы привести статистику, так сказать, сделать репрезентативную выборку. Замерял следующие параметры. Расстояние от места старта до места финиша. Время движения при среднем темпе не ниже 18 километров в час. И общая усталость. Это некий комплекс отжиманий и подтягиваний, который позволял в той или иной мере субъективно оценить степень моей усталости. В итоге получился некий параметр. Давайте назовём его КПД. Нормально, да? Отлично. Если взять за 100% вес рюкзака 3 килограмма за спиной, то 5 килограмм снижают КПД на 10%. Дальше всё идёт по нарастающей. 6 килограмм снижает приблизительно на 20% КПД. 7 килограмм на 30%. А 8 килограмм снижает КПД аж на 40%. С весом большим, чем 8 килограмм за спиной я не катал, потому что в хороший рюкзак с хорошей подвеской у меня больше кирпичей не влезало. Он маленький по объёму. Причём, если поместить тот же самый вес на багажник, то КПД падает совсем по-другому. Увеличивается время дороги и уменьшается средняя скорость. Но при этом общая усталость почти не растёт. Я бы сказал, что каждый килограмм веса на багажнике прибавляет где-то 2% к общему времени пути. А усталость растёт всего лишь на 1% за каждый килограмм. Да, с весом больше, чем 22 килограмма на багажнике я не катал ни разу. Ну, подведём небольшие итоги. Для чего хороший рюкзак? Для однодневных походов, мультигонов, выездов каких-нибудь, рогейнов, ориентирований рюкзак будет иметь преимущество. Во всех остальных случаях, наверное, он не имеет смысл быть. Главное, помните, что при весе рюкзака более 5 килограмм за спиной вы будете ощущать некий дисбаланс при резком вращении корпусом во время прямолинейного движения. То есть, это будет влиять на ваш гироскопический момент. Ну, и уж совсем более простым языком, до 3 килограмм выгоднее ездить с рюкзаком за спиной. До 3 килограмм веса. Главное, хорошие подвески и лямки. Это очень важно. Расскажите, предпочитаете ли вы ездить с рюкзаком или предпочитаете возить все на багажнике? Я Алексей. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. До новых встреч. Бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова